Дагестанский проект ТОШКОЛ признан одним из лучших в России. Выбирали из 400 социальных практик, направленных на улучшение благополучия людей. Расхитители морских богатств еще есть. Наказывать их стали строже, но соблазн поживиться. А некоторых не останавливают. День разведчика отметили в Дагестане. А тех, для кого романтическая профессия, обыденный труд, в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмель. Дагестанский проект ТОШКОЛ занял второе место в компетенции «Социальное благополучие» в рамках конкурса лучших социально-экономических практик России. Всего на оценку общественности было представлено почти 400 проектов со всех регионов страны. Отметим, что целью программы ТОШКОЛ является проведение капремонта в школах нашего региона. В этом году в его рамках запланирован ремонт более 200 общеобразовательных учреждений. Сегодня сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник. В этот день стражи порядка не только принимают поздравления, но и вспоминают коллег, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Так в преддверии праздника в Магарампенском районе прошло открытие мемориала погибшим сотрудникам органов внутренних дел. На открытии присутствовала глава республиканского МВД Абдурашид Магомедов. Мы помним их, не пожалевших жизни, что встали на защиту, как стена. Здесь нет имен, но каждый сотрудник полиции знает, кому посвящен этот мемориал. Их земляки в разное время отдали свои жизни во имя исполнения долга. Вот этот памятник, он дает нам чтить память тех ребят, которых мы потеряли, и молодому поколению нашему, когда приходит к памятникам желание знать историю нашей страны. К сожалению, в мирное время мы потеряли огромное количество наших братьев по оружию. И это глубокая печаль для родных и близких. Это очень серьезные потери для нас. Здесь собрались родные и близкие герои, ветераны службы. Все они выразили надежду, что подрастающее поколение будет брать пример с настоящих профессионалов своего дела, которые отдали самое ценное за мир и покой в Дагестане. Когда я на свете самого дорогого человека, самого близкого, я вижу в земле, а имя его на камне. Что я могу сказать? Когда на наших плечах двух женщин остались четверо несовершеннолетних детей. Ничего, мы смирились этим. Все равно мы будем расти своих внуков, детей в духе патриотизма. Глава ведомства вручил награды воинам, чья служба сопряжена с постоянным риском, а вдовам и родителям тех, кто не вернулся однажды с боевого задания, материальную помощь, подчеркнув, что семьи погибших полицейских никогда не будут забыты. Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые посчитали нужным, что этот памятник был открыт, были с нами рядом. Я хотел бы пожелать благодатной Магаремкенской земле людям, которые здесь очень благородны и очень хорошим людям. Говорю это со всей ответственностью. Отдаю дан памяти и глубокое уважение погибшим при исполнении служебного долга. Светлая память нашим героям. Низкий поклон их родителям. Венки и цветы в знак благодарности и вечной памяти у открытого мемориала. Это символ людской памяти каждого, кому дорога жизнь, в чьих сердцах минута памяти растянулась навечно. Замрут Гамидова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Магаремкенский район. Дагестанскую продукцию будут реализовывать в Татарстане. Об этом стало известно в ходе визита предпринимателей из Казани. Специально для гостей была организована выставка продукции дагестанских фермеров на площадке одного из гостиничных комплексов Махачкалы. Это консервная продукция, колбасы, чай из горных трав, мед и многое другое. Широкий ассортимент продовольственных товаров представили более 20 предприятий Дагестана, с которыми гостей из Татарстана ознакомил руководитель Минсельхозпрода Республики. В нашем холдинге представлено предприятие, которое занимается обеспечением детского питания. Поэтому нам очень интересны местные фрукты, овощи, консервации, которые мы сможем, опираясь на высокое качество данной продукции, использовать для детского питания. Я думаю, в скором будущем мы наладим очень хорошие поставки именно в Республику Татарстан. Мы видели, насколько были заинтересованы наши гости из Республики Татарстан. Их заинтересовала продукция именно та, которая производится в горной части нашей Республики Дагестан. Это продукция, которая представляет экспортную ценность. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Пожилые люди Республики теперь смогут с комфортом добираться до лечебных учреждений. 33 новых автомобиля для подразделения социальной защиты населения поступили в Дагестан. Их приобрели за счет регионального проекта «Старшее поколение». Торжественное вручение состоялось в Махачкале. Машины предназначены для обслуживания людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Транспорт будет доставлять их в медучреждения. Вместимость автомобиля – 7 пассажирских мест. В том числе предусмотрено место для пассажиров на кресле и коляске. Специальная версия машины также оснащена аппарелью, с помощью которой пассажир с ограниченными возможностями сможет попасть в автомобиль. Транспорт будет работать по специальному графику. Это возможность нашим людям старше 65 лет, и не только им, конечно, инвалидам, обеспечить доставку в медицинские учреждения. Если главный взаимодействие с Махачкалом, который давно уже определен, будет возможность раньше выявлять заболеваемости, раньше обратиться в лечебные учреждения, в республиканские, в городские. И тем самым обеспечить тем более комфортно. Хорошая новость для тех, кто вложился в строящееся жилье. Теперь членам ЖСК будут выплачивать компенсации при банкротстве застройщика. Соответствующий закон подписал президент России. Выплаты предусмотрены за счет имущества Фонда защиты прав участников долевого строительства. Закон предусматривает выплату независимо от даты создания ЖСК. Ее размер не может быть меньше суммы, которую гражданину платил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности кооператива. Отметим, ранее законодательство при банкротстве застройщика не предоставляло возможности вернуть деньги пайщику. В Дагестане выявлено более 40 нарушений в сфере добычи рыбных ресурсов. Такие данные озвучили в Западно-Каспийском управлении Росрыболовства. Общая сумма наложенных штрафов составила около 80 тысяч рублей. При этом ведомственные напомнили, что с ноября существенно ужесточилось наказание за браконьерство и нанесение вреда водным биоресурсам. Так, на один год увеличен максимальный срок пенудительных работ и лишения свободы за преступления в этой сфере. Теперь срок максимального наказания достиг 6 лет. В селении Джурмут Траратинского района местные жители наконец-то распрощались с отоплением по старинке, дровами. В селе состоялось открытие газопровода. Теперь населенный пункт, который расположен в Баба-Юртовской зоне отгонного животноводства, обеспечен голубым топливом. А все благодаря программе развития сельских территорий. Подробности у Патимат Ханаповой. Теперь и готовить быстрее, и дома теплее. Раньше помещения здесь отапливали дровами, а готовили на печи. Этот населенный пункт был одним из долгостроев. Вопрос о газификации объекта тянулся годами. В селе насчитывается около 300 хозяйств. Здесь проживает порядка 1200 человек. Основная деятельность – животноводство и рисоводство. Поэтому минсельхозам и было решено поддержать сельчан. Мне очень приятно, что сегодня в сырую погоду мы людям реально довели тепло дома до наступления холодов. И что жители этого села, особенно дети, будут в этом селе жить непосредственно в теплых условиях. Это чистота, это порядок, это развитие сельского хозяйства. И нам очень важно, чтобы люди в селе не уезжали. Сохранить людей можно только развивая, не только не просто сельское хозяйство производство, но еще и развивая быт людей. Развитие инфраструктуры мотивирует местных жителей развивать сельское хозяйство, уверен и глава Тлеротинского района. Так прекратится и отток молодежи из села, и зарабатывать станет намного легче. Завершилось мероприятие символическим зажжением факела на новом газопроводе. По тематам Ханнапова, Даут Гасанов, новости ННТ, Тлеротинский район. На неделе свой профессиональный праздник отметили военные разведчики. Профессия эта для сильных духом. Бойцы невидимого фронта с каждым годом все больше совершенствуют свои навыки, чтобы ни одна угроза не была неожиданностью. О том, как готовят спецназ морской пехоты Каспийской флотилии, узнавала Луиза Раджабова. Видят цель, не видят преград. Они не оставляют следов. Подводный спецназ, новейший учебно-тренировочный комплекс здесь готовят боевых пловцов. Это специальные тренажеры, предназначенные для отработки техники дыхания на суше. Данный комплекс позволяет обучить водолазов правильным методом для дальнейшего погружения на разные глубины. На данном здесь мы видим, как водолазы при различной степени нагрузки отрабатывают дыхание с различным сопротивлением воздуха. Помимо выполнения учебных задач для военнослужащих отряда специального назначения существуют тренировки в бассейне. Боевые пловцы уходят на глубину на веревке. Это сигнальный конец для связи с поверхностью. Бассейн приспособлен не только для выполнения стрельб из специального оружия, но и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Пуля «Дура» под водой вовсе ведет себя непредсказуемо. Поэтому для стрельбы по противнику морские спецназовцы используют новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и оружие для подводной стрельбы. Автомат подводный специальный АПС-55, дальность стрельбы до 30 метров. Бассейн для подводной стрельбы и специального оружия. На территории имеется полосы препятствий разного типа. Это для тренировок, а также барокамера РБК-1600. Она позволяет погрузиться на глубину до 100 метров. Уникальность этой барокамеры в том, что водолаз, не спускаясь под воду, может отрабатывать спуск в этой барокамере. Барокамера состоит из двух отсеков. То есть одновременно мы можем спускать в данном комплексе до четырех водолазов, что обуславливает большой охват боевых классов и личного состава группы в целом. Благодаря универсальной подготовке бойцы могут одинаково хорошо действовать как под водой, так и на суше. Надежен как танк, никакой электроники. Водитель Гаджи Али признается, никакая легковушка не заменит легендарный Урал. Она проходимая. Садишься после Урала на легковушку, уже по-другому вообще. Чуть слышишь. Рулька большой, чуть-чуть так, по-другому. Отработка практических навыков идет регулярно. На этот раз, по легенде учений, группой боевиков захвачен автомобиль «Урал». Отработать элементы огневой засады и уничтожение противника – главная задача бойцов. Хочу пожелать всем ветеранам, всем ныне действующим военнослужащим, всем, кто причастен к разведывательным подразделениям, хочу всех поздравить от всей души с Днем военной разведки, пожелать всем успеха, счастья и, конечно же, здоровья в нашем легком труду. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Касписк. Безопасна ли мясная продукция на рынках Махачкалы? Отвечают ли требованиям качества то, что мы покупаем и употребляем пищу? О результатах рейда сотрудников столичного управления торговлей и инспекторов городской ветеринарной службы узнаем из материала моих коллег. Вот посмотрите, какой жир. Этот жир должен быть бело-розовый, а его уже, наверное, раз в 15 оттаяли, заморозили, опять оттаяли, заморозили. Оно имеет серо-желтый, оно кислое. Это просто утилизация, это не реализация. Оно пригодно только для утилизации. Мясной павильон на рынке номер 7 народит сумадинские. Торговля кипит, покупателей здесь немало. Все бы хорошо, вот только качество продукции попадает под сомнение. Подтвердить происхождение, а главное, безопасность товара смогли далеко не все. А входной документ ветеринарный дайте, пожалуйста, на реализацию молочной продукции. У меня ничего нет. А как вы так реализуете? У меня тетя в больнице, я ей помогаю. Ну а при чем здесь тетя в больнице, если люди, купив этот продукт, тоже будут в больнице? В больнице тетя ведет, к ней подойдите. Вот все вопросы. Тогда закройте точку, не реализуете. Вот здесь разговор. Большая часть продукции на рынке не имеет сопроводительных документов. Также производители и продавцы не зарегистрированы в системе «Меркурий», которая позволяет следить за ходом реализации товара со дня его производства до прилавка. Ветеринарно-сопроводительный документ есть какой-нибудь? Все документы есть. У вас здесь есть в наличии? Есть. Вы можете сейчас предоставить и показать? Хозяина все документы. А у хозяина чем-то будет таскать эти документы? У хозяина не должно быть. Я же не знаю, я не знаю даже. При реализации у вас должен сопроводительный документ быть в реализации. Ровно неделю назад или 10 дней мы были у вас. Мы просили всех зарегистрироваться в ФГС «Меркурий», чтобы все мясо, вся мясная продукция проходила через него. Где у вас? По каждому из выявленных случаев составлены протоколы об административном правонарушении. Информация будет передана в Россельхознадзор и Роспотребнадзор республики. Здесь это катастрофа. Здесь нет ни одного сопроводительного документа. Мясо реализуется без клейма. Мясо не проходит в ветсанэкспертизу. И это чревато. Так как вы видели, у нас была и вспышка сибирской язвы, не говоря о бурцеллезе, лейкозе, которая есть. Также вся молочная продукция. Рейды на безопасность мясной продукции пройдут и в других торговых точках столицы. Проверки проходят по поручению мэра Махачкалы. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале прошел чемпионат по робототехнике. Более 50 любителей программирования и сборки умных машин собрались на одной площадке. В Дагестане это направление весьма популярно. С молодыми талантами познакомилась моя коллега Змрут Гамидова. До чего техника дошла, роботы покоряют просторы Дагестана под руководством юных конструкторов. Никакого дистанционного управления. Машина заранее запрограммирована на поставленные организаторами задачи. Эти роботы из Лего – настоящие сумоисты. Их цель – вытолкнуть противника за пределы ринга. А этот робот-чертежник. Он двигается по строго заданному курсу. Изобретателям этих чудо-машин нет и 10 лет. Мы должны разобрать робота и на память его собрать. Потом мы будем его тестировать на этой площадке. То, что там можно физические тела программировать. Не просто спрограммировать, но и управлять всякими компьютерами. Для Джалала это первые соревнования. Робототехникой мальчик занимается всего два месяца. А начиналось все с обычных конструкторов Лего. Этот прототип роба сумо мальчик сделал самостоятельно. В сборке и программировании проблем не возникло. А вот над системой управления пришлось поработать. Я с самого детства Лего занимаюсь. У меня очень много Лего дома лежит. Главные критерии выбора – скорость и качество сборки машины. В зачет шли точность выполнения задач, выбор маршрута и конструктивных решений. Для участников умных соревнований это уже не просто увлечение. Многие намерены связать свое будущее с робототехникой. Это направление стремительно развивается и становится все популярнее в нашей республике. Мне нравится то, что связано с техникой, с роботами. Поэтому решил. Уже как-то определился с выбором профессии? Да, инженерия, в ту сторону. Навыки, которые ты здесь приобретаешь, тебе наверняка пригодятся? Ну да, есть программирование, сборка конструктора. Соревнования уже носят ежегодный характер. В этом году были новые технические задания. Становится все интереснее, а количество юных специалистов с каждым годом только растет. Этот чемпионат по робототехнике предназначен для популяризации. Популяризация робототехник вообще в республике, как в республике, так и во всей России. И очень отрадно, что у нас количество участников, с каждым годом мы сейчас проводим второй республиканский чемпионат по робототехнике, у нас все больше увеличилось количество участников. Это нас радует. Как говорят организаторы, образовательная робототехника – это не игрушки, а вклад в будущее ребенка, в которых в течение сегодняшнего чемпионата он, несомненно, был вложен. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Для профилактики транспортных происшествий ГИБДД республики проводят различные мероприятия. В их числе и акции «Осторожно, дети». Сотрудники ведомства провели рейд рядом со школой номер 58 города Махачкалы. Оказалось, что детей из школы домой забирают водителя маршруток, прав на вождение у которых может вовсе не быть. Кроме того, транспорт перегружен, это еще не все выявленные нарушения. Хамза Нурмагомедов расскажет больше. «Сколько влезет, столько их и повезут. Такое отношение водителям может стоить жизни или как минимум травмам. Перегруженный автомобиль тяжело управлять, поэтому пассажирам стоит подумать, прежде чем сесть в маршрутку, то есть стоять в ней». Толкучка и драка. В салоне иногда бывает трудно дышать, признаются ребята. Вместе ехать может быть веселее, но когда машина резко останавливается, больно. Держаться-то не за что. «Один нас вот так останавливает, и все-таки вот так пошел, вот так. Чуть подыток мы ударились. А я ударюсь». «У нас там места не хватает, нас просто жмут здесь, и мы пачкаемся, а тут все-таки места угол». А вот школьники постарше видят в этом больше выгоды и готовы терпеть неудобства. «Как по мне, вполне удобно, потому что с дома выходишь, сразу тебя спокойно. Ты не стоишь на остановке, не ловишь маршрутку, ничего. Ты сразу стоишь в машину теплую и уезжаешь в школу. И ты со школы сразу же выходишь, тебя отвозят домой. Вполне удобно». Водители этих «Газели» и дорожные полицейские остановили недалеко от школы. Помимо нарушений всех требований перевозок, у одного из них не оказалось при себе водительского удостоверения. «При человека бывает, что ошибается человек, забывает, переоделся. Прежде чем выехать в дом, вы перевозите детей. Вы должны убедиться, что у вас есть все соответствующие документы». При этом родители, работая водителей, как ни странно, довольны. Впрочем, этому есть объяснение. Нанимать шофера, который прямо со школы до дома довозит ребенка, выгодно и удобно. «Автобус не может всех перевозить. А родителям что, больше делать нечего? Они, может, зарабатывают целый день. Эти водители, они стоят вот здесь, они контролируют моих детей, когда они выходят, что они делают. Дошли они до ворот, не дашь, если что, они звонят родителям. Этим делами автобус не будет заниматься». В этой школе учатся более трех тысяч человек. А два автобуса, рассчитанные на сто пассажирских мест, как выяснилось, еще и не работают. Лицензию не получили. «Буквально в течение этой недели, возможно, на следующей неделе уже автобусы поедут». Детей все же высадили, владельцам транспорта выписали протокол. Сотрудники ГИБДД еще раз призывают взрослых беречь себя и своих близких, не нарушая правила безопасности. «Цель, конечно, это безопасность детей и обеспечение безопасности дорожного движения, уменьшить детский травматизм, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми». Велосипедист-путешественник из Сибири целый месяц изучал Дагестан. За это время он успел увидеть практически все природные и культурные достопримечательности республики. В путь мужчина отправился полгода назад, пройдя по маршруту от Крыма до Абхазии и посетив все Северо-Кавказские республики. Добрался он и до нашего региона. Своими впечатлениями он поделился с нашими корреспондентами. «Климат у вас интересный. Вот у нас сейчас в Омске уже снег лежит. Сейчас приеду домой и сразу на лыжи встану. А здесь у вас, пожалуйста, цветы, тепло. Можно все зимы путешествовать, даже и домой не возвращаться». Андрей Ильин приехал из Сибири, из крупнейшего города России Омска. В Дагестане гостит вот уже месяц. Объездил всю республику, побывал практически везде. Начиная с Улакского каньона, заканчивая восхождением на гору Шелбуздак. «В самом деле республика оказалась самая гостеприимная. Самые такие люди с широкой душой, добрые очень. Много меня в гости звали. Даже были случаи, когда из села, если я выезжал, уже за мной машина догоняла, разворачивали меня. Куда вечером из села уезжать, сейчас название не могу вспомнить. В общем, очень все понравилось. Красивейшая природа, разнообразная. Есть у вас в республике все. Больше всего мне понравился Шелбуздак. Расходил на гору. Очень красиво». Андрей Ильин по профессии электросварщик. Пару лет назад ушел на пенсию и решил, буду познавать мир вокруг. Сначала он путешествовал на машине и лодке, затем увлекся велопоходом. И вот уже более семи месяцев ездит по стране. За это время Андрей побывал в Крыму, в Абхазии и на всем Северном Кавказе. «Почему вы все-таки решили не дома лежать, не видеть, смотреть?» «Так это полжизни так ушло. Дома на диване, в телевизор. Что там увидишь? По большому счету один негатив. А путешествую, кругом люди интересные, природа. Природа в основном мне очень нравится. Хото мир посмотреть. Время-то идет, не молодею». На этом мужчина не собирается останавливаться. Говорит, зимой побудет на малой родине, а затем снова отправится в путь. Но теперь уже не по России, а по другим странам. На вопрос о финансах отвечает. «На самом деле финансов очень надо немного, потому что у меня все есть. Все теплые вещи, всякие гаджеты, видеокамеры». «Что, багаж, расскажите, что у вас там?» «Тут у меня спальник, зимний костюм, там одежда, обувь сменная, продукты, плитка, газ, кастрюли. Ну, в общем, обыкновенные такие бытовые вещи. А на продукты, ну, одному человеку сколько надо на продукты? Пять-шесть тысяч больше я в месяц просто и не трачу. Мне одному хватает. А здесь, в Дагестане, так я и того и не потратил». Сегодня Андрей Ильин покидает республику. Мужчина признается, несмотря на всю красоту природы и гостеприимства людей, по родному дому все равно скучаешь. Однако, прощаясь с нами, пообещал, что в Дагестан он обязательно вернется, но уже вместе с женой. По теме Тханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Итальянское золото. Дагестанские спортсмены в составе сборной России выступили на комплексном чемпионате мира, который прошел в регионе Тоскана. Наши бойцы выступали в двух дисциплинах – по правилам ММА и грэплинга. Подробности в материале моего коллеги Камиля Девятова. Победители международных соревнований встречали родные и близкие в столичном аэропорту «Уйтаж». Ребята из Италии привезли более 20 медалей. Чемпионат мира проходит ежегодно. И каждый год наши спортсмены занимают лидирующие позиции, как в ММА, так и в грэплинге. Участников было около 500, 500 участников было с разных стран. С сколько выиграли вообще? Наши ребята выиграли из 9 участников, из 9 наших ребят выиграло 6 золота. Для спортсменов, прошедших чемпионат мира в Италии, в первую очередь это опыт. Ребята ощутили эмоции выступления на большой арене, закалили тело и дух в поединках. На тренировках отрабатываем, на соревнованиях делаем. Соперник тоже чуть хороший был. Правда, что я ходил к Бады Игосановичу. Я тоже подвезти семью близких не хотел, пришлось выиграть. Провели три боя в финале с соперником с Польшей. Около за 40 секунд завершил бой досрочно нокаутом. Сейчас спортсменов ждет отдых, после чего они снова вернутся в зал и приступят к тренировкам. Впереди их ждет еще много побед. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова